Нертира – уход в домашних условиях. Если хочется посадить дома какое-нибудь необычное растение, стоит остановить свой выбор на нертиории. Одно из преимуществ этого цветка – его неприхотливость в уходе. Как выглядят нертиры и к какому семейству относятся? Растение нертира относится к семейству мареновые. Оно выглядит очень необычно. Нертира относится к многолетним стелющимся травянистым культурам. Главная особенность – это небольшие ягоды, которые остаются после цветения. Внешне они похожи на очень маленькие помидорки. Листочки небольшие насыщенного салатового оттенка. Эффектный вид цветка нертира к сведению. Цветки мелкие, распускаются в мае-июне, невзрачные. Декоративной ценности не представляют. Распространенные сорта – популярные сорта – нертира гранадензис. Кустики разрастаются до 50 см в восточной долготеаметре. Листочки у сорта гранадензис маленькие – около 8 мм. Цветки ярко-желтого цвета. После цветения вместо них образуются маленькие красно-оранжевые ягодки, которые очень ядовитые. Еще эта сорт носит название нертира стрит – прижатая. Листочки округлые темно-зеленого оттенка. Цветочки небольшие светло-салатового оттенка. При правильном уходе куст разрастается до 40 см. Реснището – компактное растение, которое в диаметре достигает 25 см. На плодах располагаются небольшие реснички. Обратите внимание, самый распространенный сорт, который выращивают в домашних условиях – это нертира гранадская. Особенности ухода за нертирой дома. Некапризное растение нертира уход в домашних условиях не представляет сложности. Главное – обеспечить правильный уход цветку. Температура в уход за нертирой входит подбор оптимальной температуры в помещении, где стоит горшок. Нертира Микс предпочитает температуру от 10 градусов до 20 градусов в весеннее время. Важно! К середине осени растения убирают помещение с температурой до 10 градусов. Освещение цветок нертира относится к светолюбивым растениям и предпочитает рассеянный свет. Не стоит ставить горшки на ярком солнце либо лутенье. Из-за яркого солнца на листве появляются ожоги. Выглядят они как бурые пятна. Полив на протяжении всего вегетативного периода растения нуждается в регулярных поливах. Дома цветок нужно поливать через несколько дней после того, как высохнет верхний слой почвы. Для поливов рекомендуется использовать скипяченную фильтрованную воду, остывшую до комнатной температуры. Зимой количество поливов сокращают. Обратите внимание, из-за частого орошения и переувлажнения грунта развивается гниение корней. Чтобы вылечить цветок, поливы прекращают на несколько недель до полного высыхания субстрата. Опрыскивание во время активного роста ухаживать за нертирой нужно следующим образом. До начала цветения растения регулярно опрыскивают из пульверизатора теплой водой. Делать это можно несколько раз в день. Опрыскивание цветка особенно важно для начала цветения. Влажность цвета предпочитает повышенную влажность, особенно в период активного роста и доцветения. Для повышения уровня влажности водон можно насыпать влажный керамзит. Грунт для растения требуется влажный и питательный субстрат. Подробный состав почвы – садовая земля, торф, крупный речной песок, мох, сфагнум. Растения способны расти и на бедных питательными веществами грунтах со средним уровнем кислотности. Подкормки уход за нертирой гранадензисмикс в домашних условиях подразумевает регулярное внесение подкормок. Растения нуждаются в удобрениях, вриют вегетации раз в месяц. Использовать можно универсальные комплексные удобрения. Особенности ухода зимой и период покоя Период покоя нертирой микс начинается в октябре и продолжается до марта. В это время уменьшают количество поливов и практически перестают вносить удобрения в грунт. В этот период у растения замедляется метаболизм. Питательные вещества для роста ему не требуются. Горшок переносит в рахладное место до конца марта. Когда и как цветет, цветки растений обычно невзрачные, но после них остаются красные ягодки, из-за которых кусты выглядят очень декоративно. Изменения в уходе Период цветения Период цветения начинается весной, в конце апреля-мая. Это время активного роста растения, когда ему требуется удобрение. Это единственный период, когда цветок подкармливают. Как размножается нертира? Есть два способа размножения нертиры в домашних условиях. Это деление куста и проращивание семян для последующего выращивания саженцев. Проращивание семян Семена высаживают ранней весной. Подробное описание процесса Посадочный материал рассыпают по почве и слегка присыпают грунтом. Затем его нужно хорошо полить и накрыть пищевой пленкой, чтобы ростки быстрее взошли. По мере высыхания почвы ее поливают. Когда начнут появляться ростки, пленку снимают. Подросшие кустики пересаживают в отдельные горшки. Обратите внимание, преимущество посадки семенами в том, что при минимальных затратах времени можно вырастить много рассады. Рассада Деление куста Самый простой способ размножения Деление куста Описание способа размножения Размножение всем способом можно проводить во время пересадки. Растение аккуратно извлекают из старого горшка. Затем разделают корневища на несколько частей. Каждую часть высаживают в отдельный горшок. Высаженное таким способом растение быстро привыкает к новому месту. Пересадка Поскольку нертира относится к стелющимся растениям с неглубокой корневой системой, в частых пересадках оно не нуждается. При необходимости куст пересаживают ранней весной. Растение аккуратно извлекают из старого горшка. Можно выкапывать кустики с верхним слоем старой почвы и сажать в таком виде на новое место. Обратите внимание, растение можно пересаживать без замены старого горшка. Цветок аккуратно извлекают из емкости. Старую почву высыпают. На дно горшка засыпают керамзит или пенопласт. Затем засыпают грунт и сажают цветок в новую почву. В конце посадки почвы обильно поливают теплой кипяченой водой. Вредители и болезни. Заболевания и вредители на этом цветке встречаются редко. Если и бывают, то в основном из-за неправильного ухода. Какие вредители и болезни страшны для растения? Корневая гниль возникает из-за застоя воды в почве. Если начали подгнивать корни, значит почва переувлажнена. В этом случае перестают поливать на несколько недель. Все пораженные ткани у цветка обрезают. Из насекомых часто встречается паутинный клещ. Причина появления этого насекомого – слишком сухой воздух в умещении. Для уничтожения вредителя используют инсектициды. Паутинный клещ на растении нертиера привнесет в любой интерьер немного экзотики и ярких красок. Тем более, что это одно из самых неприхотливых в уходе комнатных растений. Продолжение следует...